В Омском детском саду малышам давали еду с червями и мусором, так уверяют родители. Инцидент произошел в детском саду номер 44. Он открылся в Амурском поселке два года назад. При этом антисанитария не единственная проблема учреждения. Две недели назад там произошел несчастный случай. Юлия Боброва продолжит. Маленький дворец. Так назвали чиновники этот детский сад два года назад. Сейчас, по словам родителей, от дворца остался лишь красивый фасад. Эти фотографии сделала мать одного из воспитанников. В компоте целлофан, в каше, черви. Так их детей кормят, говорят родители. Обнаружили воспитатели. Как раз я в два часа забирала ребенка на тренировку и была непосредственно в группе, то есть вот в раздевалке. Они мне показали. В бюре нашли кусочек веревки. Ну как бы просто уже воспитатели не сообразили это все зафиксировать. А когда на следующий же день нашли целлофановый кусок, ну кусок целлофана в компоте, то вот решили уже обратиться к родительскому комитету. Червяки находились в молочке. И до этого в рисе куски стекла. Родители уверяют, ситуация запущена настолько, что две группы уже закрыли на карантин из-за кишечной инфекции. А пару недель назад произошло еще одно ЧП. Ужасный случай, я считаю, что нашу нянечку ударило током ее. То есть отсюда госпитализировали в больницу. То есть комната, где моют посуду. И ее вот там вот стукнуло. И очень даже прилично. Жалобы родителей дошли до депутатов. И оказалось, что в муниципальном учреждении много других проблем. Воспитатели боятся. Те, у которых есть опыт сюда, боятся идти. И только услышав фамилию директора, говорят, что мы с ней работать не хотим. Это родители мне вот и рассказывали. Родители, во-первых, жалуются, что у них идут постоянно какие-то поборы. То на охрану, то на какие-то костюмы, то какие-то у них театры. Тут якобы приезжают, по факту заставляют воспитателей выступать перед детками. В детском саду от комментариев отказались. Заведующая ушла на больничный. В городском департаменте образования также не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Между тем, в Роспотребнадзоре начали проверку садика. Пока нам удалось узнать, что нарушения там были еще в прошлом году. В ходе проведения проверки были выявлены нарушения в части организации питания, обработки кухонного инвентаря, хранения суточных проб, введения документации. Были применены меры к директору данного учреждения. Со вчерашнего дня подготовлено распоряжение на проведение внеплановой проверки данного учреждения. Проверка будет проводиться с лабораторным контролем. И мы посмотрим, какое питание дети получают. Если жалобы родителей подтвердятся, виновным грозит штраф до 60 тысяч рублей. Также детский сад проверит прокуратура. Юлия Боброва, Константин Демиденко, Анатолий Серов. Новости здесь, Омск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова